Братишка родной, я понимаю, что я скорее всего опоздал, но блин, как же я хочу с вами подискутировать, короче, я хочу просто посмотреть в комментарии, что мы упустили, что выйдет, что будет в обновлении, какой будет гул пасс, в общем, сейчас это всё мы узнаем, посмотрим два трейлера, я сделаю краткий обзор, изучим спокойно, не на стриме, не бегом-бегом, а плавненько, поэтому братик, я возможно уже опоздал, но очень хочется, поставь пожалуйста лайк, если тебе не сложно, я думаю тебе не сложно, скоро Новый год, давайте наполним этот ролик теплом. К этому братик, поставь лайк, подпишись на канал и родные мои, приятного вам просмотра, погнали! Так, ребята, всё начинается у нас с того, что мы увидели с вами первый трейлер про новогоднее обновление, просто хаос, то есть машина, мы сейчас посмотрим, здесь уже есть сливы кое-каких режимов, есть сливы кое-каких скинов, и я хочу вместе с вами сейчас прибежаться по этому трейлеру и просто посмотреть. То есть, в принципе, ну, просто едет трейлер, просто озеро, просто лес, не видно ничего такого, то есть, ну, шилды как сельбол, да, там, грубо говоря, и всё. Здесь на что намёк, я не знаю, куда едет машина, что это за локация, может быть, кто-то вспомнит эти горы, скажет, блин, дедуля, в той-то, в той-то, в той-то обнове, на той-то, той-то карте это уже было. Я говорю, ё-моё, пойду посмотрю, потому что в любом случае вы где-то что-то замечаете, я где-то не заметил, вы это заметили, я не заметил. Поэтому, ребят, если вдруг вы что-то заметили, вы мне сразу пишите. Смотрите, у нас разработчики уже слили, так сказать, один брелочек, да, здесь сливается второй. Что это? Непонятно. То ли это будет брелок, статуэтка в стенд-офф 2, не будет. Но самое важное, что я заметил, что у него в руках что? Гифбокс. То есть, это дракон, знак того, что в этом году у нас год дракона 2024, и в руках у этого дракона гифбокс. Поэтому, ребят, это, скорее всего, не чарм, это, скорее всего, не скин в стенд-оффе. Это просто разработчики намекают на то, что год дракона несёт нам в игру новый гифбокс. Вот это имба, вот это классно. И мэй будет именно вот такой белый с красной лентой. Не знаю, что думаете вы, напишите. Сегодня будет куча комментариев в этом ролике, прям напишите всё, что вы думаете. Ну и, естественно, ребят, как всегда, не забывайте, пожалуйста, лайк, усики, вас очень прошу. Потому что, блин, возможно, этот ролик максимально не наберёт просмотров, но я надеюсь на вашу поддержку. Здесь Secret Society BU 2024. Не знаю, мне многие говорили, что это, короче, вот, типа, есть зона 9 карта, и, мол, типа, это будет изменённая зона. Ребят, максимально не шарю, максимально не знаю, правда это будет или нет. Тоже напиши про это в комментарии. Потому что, ребят, ну, я старый уже бородатый дед, который, ну, немножечко, возможно, не догоняет вас. Поэтому то, что вот здесь вот у него изображено, тоже мне, ну, очень важно, напиши. Я прям, прям послушаю. Храпит, прям как дед храпит. Так, здесь, кстати, смотрите, нам уже разработчики палят новый Фэнг-нож. Всё, я сейчас к этому, по поводу этих ножей, я вернусь ко второму трейлеру. И у меня есть очень-очень важная информация по поводу вот этого Фэнга и по поводу М9, который будет в следующем трейлере. Так, ну, здесь говорят кейсы и боксы. Да, они везут кейсы и боксы. Во! Вот это очень интересно. Я не понял, в каком именно обновлении были вот эти вот пистолеты, типа, снеговиками стрелялись. Но, походу, в этом году, в новогодней обнове, эти пистолеты вернут. И с них реально можно будет шмолеть, потому что Нью-Йорк 2024. То есть, если мы, по-моему, по-моему, ход Винтерпати, да, была обнова, там тоже эти пистолеты палили. Но, там не было написано 2024, там было написано старый год, там, я не помню какой, честно, 21-й что ли, или 20-й, что-то типа такого. Итак, нам очень, мне прям сшквал подписчиков на стриме, мне писали, дед, уберут два кейса и два бокса. Не знаю, что это означает, типа, то, что потому что они выгрузили, типа, боксы, тащат боксы, и, типа, вы из-за этого думаете, что нам добавят новые боксы. Я не уверен, ребят, честно, максимально не уверен. Вот это интересно, почему он ее кинул? Почему именно кинул сосульку? То есть, может быть такое, что, знаете, вот есть у нас нож, да, и ты можешь вместо ножа брать сосульку в режиме, когда ты закажешься в пистолет, и ты можешь кинуть сосульку, что ли? Я не знаю, ребят, почему он ее кинул, напишите, пожалуйста. Блин, самое прикольное, что добавилось, это то, что у персонажей в стенд-оффе, да, то есть, ну, нам, допустим, сливают трейлеры, и у этих персонажей мимика лица появилась. То есть, понимаете, они могут шевелить лицом. Я вообще офигел, когда это увидел. Очень жестко, это очень классно. Все, то есть, он кинул, короче, и все, и продолжается этот трейлер, это прям круто, это прям вау. Но самое интересное, говорю, про нож главное не забыть, главное про нож не забыть. Ну, типа вот, потому что они несут, ну, не знаю, ребят, правда это или нет. Во, вот это уже имба, дамы и господа, мини-ган у него в руках. По-любому, я уже уверен, стоп, вдова, но в этой обнове намешали просто капец. Во-первых, двойные те пистолеты со снежками, вы помните, да, которые были в фургоне, в кузове, в коробке. Мы такие, вау, новый режим, возвращают какой-то старый вот этот режим. Что-то по-новому, где-то эти вот дуал пистолеты. Тут мы видим, как чувак выходит с мини-ганом, я вообще охренел. Здесь, значит, какой вывод, как будто двойной режим, да, будет дуал пистолеты, или их не будет. Но мини-ган по-любому будет, потому что он прям из него стреляет. Мы знаем, научись, что во всех трейлерах, если что-то новое достают, чел с этим стреляет, значит, то, что стреляет, будет. Здесь мы что видим, новый АВМ, новый М16, режим с мини-ганом. Имба, просто имба. То есть, ну, блин, знаете, на самом деле, мне кажется, будет красивый, красивый будет. Я думаю, это будет Аркада, а может быть, это будет не Аркада. Блин, мне вот это больше всего прикололо, как у чувака воспоминания. Просто воспоминания, ну его нафиг, опять на меня сейчас будете стрелять. Все, здесь мы что видим, он не достал эти береты. Вот в чем прикол. Мне только я предчувствую, что это просто их нарис... То есть, знаете, ход в интерпати, там тоже на столе их показали, как будто вот камера проехала. Они там лежали эти пистолеты, но их в игре не было. То есть, этот режим не возрождали, их не было в игре, ты не мог ими пользоваться. Но здесь мини-ган остался, но те стороны, они вместо... То есть, вот, у него вместо мини-ганов он просто достал чипа-чупсы. А, нет, стоп, он их достает. Да, он... А, нет, он все-таки их достал. Он все-таки их достал. Вот, потом, смотрите. АВМ мы уже увидели, М16 мы тоже увидели. Здесь мы что видим? Г22 или это П350? Вот, кстати, я так и не понял, напишите еще один комментарий, что это в итоге. Плюс новый Тег-9. То есть, мы здесь видим АВМ, Мочку, П350, это или Глок, и плюс Тег-9. Четыре новых скина. Четыре новых скина плюс фэнк-нож. Это уже пять новых скинов. То есть, видим, да? То есть, да, вот, раз, два, три, четыре, и плюс, получается, нож. Это уже пять новых скинов. Все, мы его посмотрели. Мы такие, вау, офигели. Намек на новую коллекцию. Намек на два новых режима. Намек вообще просто на новую карту, потому что непонятно где. И мы переходим к вами ко второму трейлеру, который вышел сегодня. Мы сейчас просто офигели. Я там вообще офигел. Итак, выходит нафиг второй трейлер, где еще больше скинов. Где вообще у нас обзор карты Snow Village. Я вообще охренел. Но подписчики у меня очень внимательные. Они заметили, как вот здесь, вот далеко-далеко, летит Дед Мороз, кстати, посмотрите. Вон у него сани. То есть, едет какой-то поезд. Во-первых, поезд проезжает снеговика. Я это заметил на стриме. Реально. Почему в лесу снеговика построили, я хрен его знает. Потом он дальше едет. Вот здесь под елочкой подарки. Мэйби опять гифбокс нарисовали, да? Типа то, что будет подарок. И вот здесь просто начинается жесть. Вспоминаем предыдущий трейлер, где нам показали новый нож Фэнк. Правильно, да? Плюс АВМ, плюс М16, плюс Глок или там П-350, плюс ТК-9. Здесь мы что видим? Первое. Мы видим два новых пистолета. Это, скорее всего, лежит Диггл. И второй пистолет, это, скорее всего, лежит Мак-10. Я не уверен, ребят. Если кто-то рассмотрел ближе, кто-то прям понял, что это, очень важно, напишите мне комментарий. Ребята, ну, прежде чем вы продолжите смотреть этот видеоролик, я хочу вам рассказать про новый способ, где вы можете залутать голды. Это сайт Стэнд Фэйл. Не знаю, у меня подписчики поднимаются там конкретно. На сайте появился новый режим, морской бой, где вы можете просто взять соперника и залутать нормально так голдишки. В этом режиме реально классический морской бой, где вы против своего соперника ставите ваши кораблики и стреляете. Можете ставить сколько угодно голды. И вот сейчас, ребят, играют на 2 голды. Также, дамы и господа, на Стэнд Фэйле проходит битва сторон. Играйте на сайте, собирайте очки, приводите команду к победе. А по завершению, победившая команда получает сочные призы. Это получается у нас вот в этой вкладке битва сторон. Ты можешь забирать, за кого тебе играть, за КТ или за Т. И вы здесь будете забирать просто офигенные призы. Вот видите, Максим, то есть тут какой-то барбусы получают хорошие призы. И, ребята, не забывайте, дедуря для вас оставил офигенные бонусы в закрепленном комментарии. Ребята, при пополнении не забывайте вводить этот бонус прямо вот здесь. И вы можете завязать абсолютно рандомно. Может быть 15, а может быть 20% в пополнении. И также, дамы и господа, ну если у тебя нет денег, я все равно тебя без бонуса, братик, не оставлю. Этот промокодик вы можете также вводить во вкладке бонусы и получить одну, а может быть 2, а может быть 5 голды. Поэтому, братишка, стенд фейл, это самый изи способ получить голды. Режимов куча. Лутай, хочешь морской бой, хочешь краш, хочешь дабл, хочешь колесо. Любое твое желание. Поэтому, братик, надеюсь, ты поднял голдишки и погнали смотреть дальше ролик. Все, плюс мы видим ФАМАС. Имбовая, ребят, блин. Вот ФАМАС, мне не зашел АВМ с М16, с другими, но ФАМАС мне прям зашел. Чуваки, если это будет Аркана, ё-моё, я прям буду покупать. Но самое главное, от чего я сейчас просто офигел, это то, что здесь нам спалили новый М9. И у меня теперь вопрос, будет голд пас новогодний. У меня в телеграм-канале, ребят, вот QR-код, очень важно подписывайтесь. Там все самые свежие сливы, самые свежие новости и прям все точно, точно, точно. Никогда своих подписчиков я не обманываю, вы это знаете. Поэтому, братчики, если ты вдруг кто-то забыл лайк поставить, еще раз его поставь. И еще один комментарий напиши, что дед топ, реально. И да, ребят, блин, если мне до нового года добьем все-таки каким-то образом 800 тысяч, это будет самый лучший подарок от вас на мой день рождения. 1 января у меня день рождения, я вас всех приглашаю на свой стрим. Там буду раздавать кучу голд пасов, кучу подарочков. Поэтому, ребят, 1 января приходим на стрим на канал деда мафиозника. Итак, дамы и господа, смотрите, что самое важное, что мы заметим. В этом обновлении по-любому будет новый голд пас. И что я увидел? Я увидел в первом трейлере нож Фэнк. В этом трейлере мы с вами видим М9. Но вы же понимаете, что в одну голд пас два совершенно разных ножа засовывать смысла нет. Поэтому делаем вывод. Скорее всего, ребят, но мне вот надо понять. Я вот не могу пока представить. Два варианта. Либо нож Фэнк, либо этот нож и эти скины, либо тот нож Фэнк и те скины. Что-то будет в голд пасе. А что-то будет у нас в чем? Правильно, в рулетке. Колесо фортуны рулетка по-любому у нас будет в стенд-оффе. Поэтому единственное, что я не знаю, как вы думаете, что из этого добавят в голд пас, что добавят в рулетку. Я считаю, вот честно, что М9 нужно добавлять в голд пас. Сто пудово. Если его добавят в голд пас. Голд пас будет, во-первых, небольшой. Он будет, я думаю, уровней 180. Я даже себе в телеграм-канал уже сливал примерно, что пас будет стоить 700 рублей. Там будет 180 левелов. Вот, один левел паса будет 169. 10 левелов 699. 20 левелов 1300. И 30 левелов 1600. Но это не точно, ребят. Информация не совсем точная. Но на 85% я уверен, что это таки будет. А что я предлагаю? Что лучше, ребят, ну честно, лучше М9 засунуть в голд пас, а нож Фэнк в колесо. Почему? Потому что из колеса всегда скины дешевле. Прям намного дешевле. А вот из голд паса скины уже будут подороже. И вот именно оттуда будет смысл у нас покупать голд пас, проходить. И я хочу сделать следующее. Давайте так. 3000 лайков мы набираем на этом видеоролике. Естественно, уже сразу же в пятерем из вас я дам новый голд пас. Если мы наберем 3000 лайков, то именно до выхода голд паса. Поэтому, ребята, давайте прямо сейчас. Толпой просто ставим лайки. Если у тебя есть аккаунты еще, заходи в других аккаунтов. Но обязательно, ребята, не перематывайте, смотрите ролик до конца. Потому что если перематываете, держание ломается и толку от ролика нет. В общем, давайте так. Напишите комментарий, как вы считаете тоже. Потому что, судя по старому колесу, который баганули, вообще сломали. Там за 20 голды понаубивали этих ножей. Я вообще в шоке. Ну реально, очень было дешево. Поэтому, я думаю, что М9 стоит засунуть в голд пас. Нож, который Фэнк, ну реально в колесо фортуны. Потому что, ну реально, типа, ну иначе будет слишком дешево. Короче, паралюшки у нас пьют чаечек, да. Такие приезжают на поезде. И тут мы видим дальше новую карту. Я просто офигел. Да, трейлер, кстати, предыдущий трейлер был 2 минуты. Этот трейлер 58 секунд. Я такой думаю, ё-моё, вот это прикол бест. Вот, Snow Villains называется эта карта. Блин, чуваки, это просто офигенно. Тут общий зал. Можно определиться, коробочки стоят, снеговики стоят. Я не знаю, скорее всего, здесь будет миниган. Либо, возможно, здесь две карты. Первая карта будет, как в первом трейлере, показали нам с теми чувачками. И второй трейлер, это как будто вот это будет второй режим. Ну блин, я как-то в свой Телеграм-канал сливал обзор картинки. Типа, новый Сетстоун там был, правда. Но Вилэдж, это вообще никто не ожидал. Вообще никто не ожидал. Это будет очень красиво, очень. Просто посмотрите. Просто посмотрите, как здесь можно будет прыгать. Лес просто, луна. Это просто жесть. В общем, да, мои господа, я очень жду выхода этого голдпасса. Я прям капец, как жду новые скины. Фамас М9. Но это МАК-10 вроде лежит. Да, МАК-10, ты так понимаешь, лежит. И Дигл. Не знаю, вы напишите, что вы тоже увидите. Как вы думаете, что вот это вот новые шилдики, новые скины. Блин, у меня, кстати, большой вопрос к тому. Вот, что в первом ролике, да, что во втором. Вот эти вот на плечах у КТшников, что это за капсулы. То есть, кто-то говорит, что там можно будет КП восстанавливать. Кто-то говорит, что там, возможно, какие-то петарды, бомбы. Тоже максимально непонятно, что именно из этого будет. Но вопрос с тем, что у нас уберут, возможно, кейсы. Я не знаю, ребят, я типа на это не ставлю. Потому что, да, они здесь как бы тащат новые боксы. Но это боксы, это не кейсы. Вроде как в машине заметили, что вот здесь у них лежит новый кейс. Да, когда камера ниже опускается, типа вот это кейс. Да не факт, ребят. Тут самое главное, самое главное, понять нам очень важные детали. Понять именно две детали. Это, не знаю, для меня, как для трейдера, как для человека, который хочет себе купить дорогой нож. Да, и потом на нем поднять голды. Вот что будет в колесо, Фэнк вот этот или же вот этот М9. Я за то, чтобы колесо добавили именно в Фэнк. Он нафиг никому не нужен будет, елки-палки. Но, с другой стороны, зелененький к перчаткам, конечно, класс. Все, значит, мы делаем выводы. Что мы с вами видим? Давайте быстренько вот так сейчас посмотрим. Допустим, здесь мы видим, значит, ТЭК-9, Глок, либо П-350, напишите. Новый АВИК, новый М16. Но видно, что расцветка М16, да, расцветка вот этого Глока и вот этого ТЭК-9 не соответствует расцветке вот этого ФАМАСа. Поэтому это две разные коллекции. И я даю 99,9%, что все-таки будет Голд Пасс и будет колесо. С нетерпением ждем, ждем, что для нас разработчики приготовили. Поэтому, ребят, палец вверх, ждем обнову, не пропускаем стримы. И, братец, 1 января 2024 года я приглашаю тебя на мою трансляцию, на мой день рождения. Приходи, будет весело. Пораздаем Голд Пассики, проведем отлично время. И, ребят, всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего хорошего, спасибо тебе за просмотр и пока-пока.